Смайлик Ген отвечает за выработку белка, гена нет, белка нет, и у нас начинают гибнуть мотонейроны, которые находятся. Это двигательные нейроны, двигательные клеточки, отвечающие за движение наших мышц. И поэтому изначально совершенно здоровый ребенок, у которого есть хорошие мышцы, здоровые мышцы, начинает потихонечку слабеть, мышцы перестают двигаться. Она перестала ручками двигать. Сейчас она обратно начинает кистями. Только может подвигать сейчас. Видите? А до этого она хорошо руками работала. Она брала игрушки, она выкидывалась ей игрушки, она печеньки держала, кушала сама. Сейчас не может пока. Коварность генетического заболевания еще и в том, что проявляется оно не с самого рождения. До шести месяцев Анелия развивалась, как все сверстники. Однако к полутора годам потеряла практически все приобретенные навыки. Теперь едва и несколько секунд самостоятельно удерживает голову и ножки. Для детишек-смайликов, особенно первого типа, держать ногу, это как для нормального, для Назарова, для людей как 50 раз отжаться. Это очень тяжело, это большой труд для них. Сил не хватает и на то, чтобы кушать самостоятельно. Анелия питается через гастростому. И на то, чтобы дышать и глотать. Давай, твойка, не плачь. Сейчас посанимаемся. Молодец. Даже обнимать любимую маму или говорить с ней пока приходится глазами. И это при том, что интеллектуально Анелия нисколько не отстает от сверстников, а значит все понимает и хочет общаться. Многие вещи Анелия не может показать руками. И мы учимся как? Покажи глазки. Сделай так. Покажи ротик. Это улыбнись. Она пытается так. Она может пошеветь ушками. Она не может все показать пальчиками, как все здоровые детки. Она показывает этой мимикой. Но в этом году у Анелии, как и еще у 40 смайликов из разных городов России, появился шанс остановить прогрессирование заболевания. В Екатеринбург из Башкирии малышка приехала на курс лечения спинразой. Первым в мире зарегистрированным лекарством от спинальной мышечной атрофии. Девочка стойко пережила 4 инъекции. Теперь дело за реабилитацией. Вот смотрите. Она начала сама играть. Лосичные бинты дают сопротивление. И она сама ногами уже начинает двигать. С этим самодельным тренажером Анелия приехала из Башкирии. Индивидуальный аппаратик придумал и сконструировал папа девочки. С его помощью малышка имеет возможность тренироваться, даже лежа на больничной койке. После получения спинразы малышка начинает чувствовать себя увереннее. Она может повернуться сбоку, она спина начала поворачиваться. Она начала потихоньку в прямом положении держать голову. У нее стал громкий голос. Она начала сама кашлять. Но если собрать тренажер самостоятельно родителям Анелии еще под силу, то за конструирование коляски они не берутся. Вскоре девочки разрешат садиться. Правда, делать это можно только в специализированном оборудовании. Там целая система поддержек, фиксаторов, которые в штатной коляске не предусмотрены. Дети ведь они, несмотря на болезнь, они растут. То есть растущая вместе с ребенком коляска – это мечта практически всех наших семей, где есть ребенок с мамой. Позволить тебе они не смогут. Для того, чтобы приобрести коляску, родителям Анелии необходимо собрать 150 тысяч рублей. В семье работает только папа, но большая часть его заработка уходит на приобретение лекарств и специализированного питания. Отправляя СМС-сообщение со словом «Чудо» и с суммой пожертвования на номер 7878 или зайдя на сайт проекта www.helpdefischildren.net, вы жертвуете свои средства на помощь Анелии и другим героям проекта «Ты ему нужен». Вместе мы можем больше. Сегодня именно ты нужен Анелии Насыровой. Насыровой. Аплодисменты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова